всем привет всем привет добро пожаловать на эфир всем пожаловать очень рада быть сегодня в эфире подготовилась немножко к очень-очень интересной встречи и скажем так щепетильный поэтому я всех жду присоединяйтесь мы пару минуточек я прошу прощения за то что вам нужно ждать подождем пока все подключатся поздороваемся друг с другом пару минут буквально подождем всем привет мы сегодня с вами поговорим о заповеди почитания родителей что это такое где написано зачем нам нужно почитать и уважать родителей в чем это проявляется как это стараться делать и вот очень важная тема как по мне поэтому хорошо что мы с вами сегодня затронем поговорим об этом потому что если уже говорить о чем-то это уже значит половина решения проблемы мы пока подождем пока все подключатся всем шалом всем привет очень рада быть в эфире спасибо что вы находите время подключиться и смотреть что вы с нами свои грамм это очень-очень важно и спасибо всем привет народ подключается спасибо всем привет шалом олег шалом всем шалом вот уже я вижу народ подключается супер всем привет всем шалом спасибо что вы все подключаетесь и сегодня мы с вами я наверное уже начну мы сегодня с вами постараемся поговорить очень щепетильную и важную тему почитание и уважение своих родителей как думаете где написано о том что нужно почитать и уважать своих родителей пока все подключается шалом шалом елена немножко еще подождем и пожалуй начнем и так наш с вами лидер еврейского народа муж и поднимается ко всевышнему да и значит спускает на скрижали 2 скрижали заповеди от всевышнего на одной части написаны заповеди касающиеся человека и всевышнего и на второй части скрижали написаны заповеди которые касаются отношения между людьми к примеру да на первой части написано я бог твой не будет у тебя других богов не делай себе представление того что на небе верху на земле внизу почитай день субботний да и написано уважай отца и мать свою в этом в этой же столбике где сказано что здесь заповеди касающиеся человека и всевышнего причем тут дети и родители и второй столбик там уже не кради и не прелюбодействуй не пожелай того что у ближнего твоего то есть до во второй части заповеди касающиеся людей до вопрос почему заповедь почитание родителей казалось бы это между нами между людьми почему она внесена в столбик где заповеди касающиеся между людьми всевышнего когда задавались вопросом в первой вот части скрижали да я бог твой не будет у тебя других богов и уважай родителей чти отца и мать твою да очень очень странно что нам это показывает во первых что в создании человека совершенствование да всем шалом 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 шаватов во первых в том что в создании человека участвуют три трое кто это мама папа и всевышний родители дают оболочку до тела у меня мамины глаза у меня папины брови да у ваших деток там у кого глазки мамины у кого ручки папины у кого ноготочки дедушки да у кого там глаза бабушки да тело оболочка это это то что мы родители даем своим детям но душа она от всевышнего душу наши дети получают именно от всевышнего и мы нашу душу получили нет родителей а от нашего создателя от нашего творца от Всевышнего. Теперь, после того, как мы с вами немножко вникли о том, кто вообще участвует в процессе нашего создания, и всё-таки родители при чём, значит, мы видим, что мы, родители, являемся посредниками, да, как бы, даже не посредниками, мы являемся компаньонами Всевышнего. Да, мы с вами компаньоны Всевышнего в воспитании ребёнка. Мы вкладываем подумать только, мама, которая рожает ребёнка, пелёнки, целые сутки ты с ним, кормить, одевать, а капли, если болеет, не дай бог, не забыть, дать, а помыть, а ногти подстричь, а болеет ночью не спать. Вы представьте, какой это бешеный труд, а представьте, доверить крошечного ребёнка родителям смертным, а не на бок упадёт, а это, а если это, 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 как можно тоже, во-первых, доверить нам это маленькое существо, да, то есть Всевышний нам доверяет, он говорит, вы мои компаньоны, я верю в вас, воспитайте детей красиво, но при этом он говорит, да, вы мои компаньоны, но дети обязаны уважать своих родителей, да, почитать своих родителей, да, но, а что в нашем с вами понимании уважать и почитать своих родителей, что это значит? Скажите, что для вас значит уважать и почитать своих родителей? очень-очень интересно послушать пока дадим время может кто-то если хочет написать напишите что вы думаете что значит уважать и почитать своих родителей а мы начнем дальше продолжим дальше анализировать и размышлять на эту тему и так что же значит почитать и уважать своих родителей давайте окунемся в пример я не вспомню имени но хум бен данина был один великий мудрец для которого заповедь почитания родителей была приоритетом всей жизни она была для него важна и важна и важна и сказано что он был великим мудрецом тора и давал уроки представьте вы стоите в зале где сидят тысячи людей вдруг к вам подходит ваша мама с тапочком и начинает вас бить тапочком по лицу представьте я сейчас тут сижу подходит моя мама и начинает меня тапочком бить по лицу ваше действие сказано что когда у мамы вот этого мудреца выпал тапок из рук он поднял этот тапок и дал маме чтобы она продолжила делать то что она делает странно очень странно то есть мама его побила все нормально про этого же человека сказано что он было хотел продать какую-то вещь до в доме они и хранили на кровати как сундук какой-то и пришел к ним домой покупатель до который хотел купить эту вещь теперь в то время как пришел покупатель купить эту вещь папа этого мудреца он спал на ней да это было как подклад ну как подставка для головы как подушка в своем роде и вот пришел этот покупатель будет мне срочно нужно это для подарка я тебе дам 10 золотых монет ценю ответ те времена это были уго деньжата он говорит извини но мой отец спит я не могу продать эту вещь потому что он сейчас ну как бы спит я не могу разбудить отца он говорит ну я тогда тебе заплачу 50 золотых говорит ты что не слышишь мой отец спит я не могу его разбудить он говорит я дам тебе 100 золотых ты что продай мне эту вещь мне надо и он говорит хоть 300 золотых хоть тысячу золотых я не продам и не продам то есть он не захотел будить своего отца дальше еще пример почитания уважения родителей наш любовь чески рэбэ когда его мама болела и сказано что он каждый день навещал ее в течение 20 минут в общем уделял ей время приходил к ней и теперь во время когда он уходил ему было неприятно что мама она хочет чтобы сын остался он побыл с ней ему было неприятно что сейчас он будет уходить его мама будет смотреть на спину как бы рисковать и каждый раз что он выходил из кабинета где его мама он поворачивался к ней лицом чтобы не поворачиваться к ней спиной и так уходил как бы с улыбкой да чтобы не поворачиваться спиной к маме это тоже как бы почитание да в неком роде и уважение к родителям есть еще пример как один человек там подкладывал свою спину что папа спускалась с кровати была высокая кровать не было ничего чтобы подложить и он так вот становился и мама становилась на спину и шла это тоже как в своем роде до почитания родителей теперь что пишут наши мудрецы в чем проявление почитания родителей взрослый человек обязан заботиться вот правильно написали заботиться о них то есть укрывать когда холодно если не могут кормить купать это уже говорится о более пожилых до людях или тех то есть если человек в этом нуждается то ты обязан помогать обеспечивать если человек в этом нуждается то дети до обязаны помогать своим родителям тоже материально обеспечивать проявлять уважение кормить что еще мы не сказали не сидеть на месте отца это написано в китсур шульхана рухи что если ребенок сел на папин стул то нельзя этого позволять даже уже в детстве это кстати тоже как своего рода такой перелом воспитания да вот недавно мне рассказывала подруга у нее сын давид она говорит давидка залез на папин стул сидит улыбается и только верит а я не слежу мне тут хорошо я буду сидеть на папином стуле а ему говорят давид это папин стул слезь он говорит нет я буду тут сидеть и смотрит на реакцию родителей то есть два варианта если ребенок знает что ему стоит поплакать и он что-то получит то авторитет родителей хромает если есть какая-то вещь в доме да что она принципиальная то есть нет мы не сидим на стуле папы . то ребенок знает только если есть какие-то вещи что . то значит я их не буду нарушать да это один кстати из шагов к авторитету как быть авторитетными родителями да то есть если есть вещи на которые можно сказать да но мы говорим нет то лучше сказать да если есть вещи, которые точно нет, и вы это знаете, то ни в коем случае не говорить «да», потому что этим ребёнок знает, ага, я сейчас поплачу полчаса, всё равно это получу. Так, окей, я поплачу, что мне? Надо это держать, да? Вот. И сказано, что люди, которые удостоятся уважать своих родителей, своего отца и мати, да, они как бы получат долголетие в этом мире. Но есть спор, или это, говорится, долголетие в этом мире, да, и продлятся дни жизни твоей в этом мире, которую я, Всевышний Бог твой, тебе даю. Но есть также мнение, что это в мире грядущем, говорится о мире грядущем, да, как бы, что место поближе к Всевышнему. Вот. Вот такие дела. Вот. Наша с вами сегодня, наша с вами сегодня встреча была о почитании, об уважении родителей. Я считаю, что о таких вещах важно вспоминать, важно звонить нашим родителям, проявлять какую-то любовь. Кстати, я когда готовилась, я еще читала, что маленькие дети лучше всего выполнять заповедь почитания родителей, потому что им в кайф помогать своим родителям. Например, мама говорит, укрой, сыночек, меня, а то мне холодно. Он, да, да, такой бежит и с радостью выполняет какие-то мелкие поручения, да, или сынок, помоги маме, принеси то яблочко. И он бежит такой, да, да, бегу. И мама, какой ты молодец. И сын такой, да, да, я молодец. То есть, детки, они лучше всего выполняют эту заповедь. Главное вот как-то сохранить эту ценность в детях, чтобы когда вырос, то это осталось. Вот, поэтому давайте сегодня сделаем такой вечер почитания родителей. Позвоним, не знаю, придем в гости, попьем чай, поговорим, повспоминаем прошлое, послушаем. Я знаю по своим родителям, что очень любят они поговорить, повспоминать. Это важно, просто посидеть, уделить время, проявить такое уважение, да, к родителям. И дай Бог, что у нас будет получаться быть хорошими детьми, быть хорошими родителями, быть хорошими людьми. Спасибо всем, хорошей недели. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok